Приветствую вас! Сенсация мирового масштаба! Крупнейший в мире инвестиционный банк JP Morgan, он сегодня крупнейший, там триллионы, там сделки миллиардов, сотни миллиардов за секунду, разрабатывает и запускает собственный искусственный интеллект для инвесторов. Вот это да! Чувствуете? Чувствуете? Что не чувствуете? А что вообще чувствуете? Такое событие, а вы тут! Эх вы, ребята, ребята, не понимаете вы размаха? Не понимаете. Ну, для начала, действительно, JP Morgan – это самый монстр из монстров. Нет, там есть и Сачи, и другие еще. Он, действительно, зверье. И, в принципе, то обстоятельство, что он делает собственный искусственный интеллект чужой пользы. Причем, когда здесь инвесторы, то имеются все. Ну, не обязательно только там Рокфеллеры всякие там и намурикши. Нет, нет. Вы, к примеру, обычный человек идет по улице. Эх! И все разведите. Оп! Включились до искусственного интеллекта и… Ах! Моща! Сила! Вот это будет Да, это хороший пиар-ход Шикарный, тем более действительно Шикарный, нет, то что он сделает Классный, да Будет ли он на русском, украинском языке Не знаю, на английском точно будет На китайском точно будет На французском точно будет Возможно даже на украинском будет Вообще, поймите Банк действительно такой Довольно большой Конечно, сейчас украинцем и не работает С русскими Точно не знаю, знаете, не интересовался Хотя, в принципе, он Ну как он, такой активный Просто, чтобы правильно поняли Некоторые институционные банки Такие более консервативные На Америку, а этот да Поэтому, это почти не так будет И самое интересное, что будет презентация Красиво Будьте уверены, что это будет шикарно То есть, вот, и будете запускать Будут Вот что-что дизайн шикарно Шикарно будет Наймут дизайнера Причем так Ну, вообще Что он делать будет Это искусственный интеллект Это то же самое, что все Нет, там единственное, в чем разница Ну, смысл будет Сейчас, на сегодняшний момент В этом банке работает колоссальное количество Так званых, там, консультантов Или ассистентов Еще называют Это люди, которые вам подсказывают Ну, дают советы Там, инвестировать Сюда, туда, так дальше Предстают до вас Ну, вот, к примеру У вас есть телефон в базе Клиент За определенный Звонит Говорит Вот, такое Одно, второе Третья, четвертая Ну, это их работа Теперь, да Их можно будет сократить Спорить не буду Вот это да Тут банк Хоть правильный Тем более, их очень много По всему миру Там И можно очень сильно сократить А это экономия Деньга хорошая Хорошая Деньга Хорошая И вместо этого Будет этот бот Самый обычный бот Который мы Который мы называем Искусственный интеллект Не больше Не меньше Нет, действительно Будет отвечать на вопросы Ну, вместо этих Будут в советы Будет звонить Ну, вот Связываться Настойчиво рекомендовать Единственное Да, тут Причем, конечно Своя прелесть Он сможет Как бы До вас доставать Ну, вы сами понимаете Треть довольно простой Отслеживать Ваши любые лайки Полулайки Комментарии Что вы смотрели Что не смотрели Это он будет Железно И как только вы там Что-то посмотрите Ну, к примеру К примеру Вы там Смотрели Ну, не знаю Для этого Вы никогда Не заходили На сайты Испании А тут вдруг Зашли Там что-то Вам понравилось Ну, не знаю Ну, просто Дать него Зашли И там Красивая Испанская девушка Лайк поставили Хоп-па И вам сразу Выкатилось Предложение Инвестировать Испанская Недвижимость И дальше Будем верить Ать А сюда А сюда А сюда А А В этом есть Эrzyiste Искусственный интеллект – это трюк в чем – следить за вами, отслеживать и максимально стараться вам подстроиться. Смотрите, задача Сонобанка, чтобы вы инвестируете, не имеет значения, недвижимость, акции, облигации, что угодно, но бывает очень сложно сагитировать. Вот по этой причине, да, искусственный интеллект не будет помогать в этом варианте. Он будет отслеживать, что вы делаете, вашу социальную жизнь и будет смотреть, ну, как можно, ну, понимаете, логика очень простая. А может, вам действительно Испания нравится, может, действительно испанские девушки, возьмете и инвестируете деньги в испанскую недвижимость. Нет, не обязательно недвижимость, цены бумаги и испанскую недвижимость. Это вопрос технический какой, в акции испанских компаний. То есть это уже вопрос другой, как вас. Потому что банк, который живет в основном за счет комиссии. Нет, вообще, что вы праве, а публикационный банк, это комиссия. Он не зарабатывает на инвестициях. Для него все равно. Вот вы инвестировали, заработали, классно. Не инвестировали, потеряли, классно. Все равно плюс. По этой причине для него действительно очень важно, чтобы он больше, 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 чаще. Должен быть, чаще инвестирует. А для этого да. Так что, ну, сам по себе, вот этот искусственный интеллект звучит классно, шикарно. Но в действительности это получается не с одной стороны шпион. Варный, варный шпион, понимаете? Классный шпион. С другой стороны, надоедливый консультант. Надоедливый. Потому что, вы же понимаете, там еще какой трюк. Он же будет отслеживать, отслеживать все ваши, ну, как бы, активности. И именно доставать тогда, когда он, ну, по расчетам будет считать, что вы сейчас можете обратить внимание. Ну, потому что, когда вы в социальных сетях, вы вообще просто зашли, там, шик-шик-шик-шик-шик. Он говорит, шик-шик-шик-шик, когда вы заходите. Раз, в среднем просчитали. Все, и тогда он будет именно в это время вас доставать. То есть, там действительно, вот эта вот связка искусственного интеллекта и продажника, ух, ну, вообще, по большому счету, искусственный интеллект и будет развиваться, и будет успешен только благодаря тому, что там есть спонсор. Спонсор, которому надо клиента. И здесь как раз действительно, вот тут уже это симбиоз имеет смысл. Тут есть, есть куда двигаться, есть как двигаться. И в данной ситуации, да, действительно, вот этот интеллект, который сделает Дж.П. Морган, это, действительно, он шикарный будет инструмент для Дж.П. Моргана. Ну, и по большому счету, может, и для вас. Нет, я говорю, я понимаю, что в некоторых случаях, вначале вас будет немножко, так сказать, потрясать, что вас контролируют, вам дезинфицируют. Но со временем, вы посчитаете, ну, почему, удобно, выходно, ну, думать не надо за вас. Ну, просто да, он анализирует. Понятное дело, что он анализирует и индиционные все привлекательности, плюс там различные обчеты, обзоры. Ну, чтобы правильно поняли, в Дж.П. Морган там очень много делает всяких обзоров, прогнозов и так дальше. Колоссальных вести. Все эти базы будут сливаться, будут. И да, если вы даже, вам, вот, пример, ни с того ни с сего, просто захотелось пошутить или просто так сказать, а я хочу купить, к примеру, там, акции, выбирайте-ка название какой-то страны, малоизвестно, малоизвестно. А там действительно, да, эти акции, тю-тю-тю, тю-тю, тю-тю, да, да, такое-то, не, серьезно, даже такая вариантная жизнь. Ну, когда вот какой-то, или что-то, вот, я хочу, какой-то индиционный вариант, какой-то, что-то такое, не совсем, ну, он подскажет. Так что, вот, это вариант. И так, да, все эти искусственные интеллекты будут работать. Это вот, как раз, пример, для чего он нужен, как он работает и что он работает. Но, запомните раз-за себя, даже если искусственный интеллект вам посоветует купить эти акции, это никакой гарантии не дает, что они принесут доходы. Абсолютно. Он просто, он просто продажник. Его цель продать, ни больше, ни меньше. Хотя, да, действительно, все говорят, они, он точно знает. Ага. Понимаете? Любой рынок инвестированный такой хаотичный, что в любой искусственный интеллект мозги сплавятся. Не удивляйтесь. Это такая ситуация. Так что, ну, с другой стороны, а почему нет? Инвестиции-то азарт. Азарт очень хороший. А у вас было другое занимание. И ждем, ждем искусственный интеллект. Хорошая штука. Прикольная вам. Пока.